Так, Гера, а вот это вот что за... Тяги, диагонали выровнули. Диагонали выровнули? Да. Афигасы. А вот это что за металл внутри стоит? Вот она. Я вот такой натянул, диагональ, вот она сейчас натянута. Потом, она всего одна, больше их нету. Натянул, приварил палочку, точнее профильную трубу приварил. Вот следующую натянул, сейчас проварю где-то прихватками, где-то что-то подвину, отрихтую, а потом их сниму. Их сниму, да. Стяжка, короче, да, своего рода? Да, стяжка. Так, вот отсюда через трубу будет проходить дым, туда будет уходить, и куда дальше будет деваться? Вот, вышел. А, он отсюда будет переходить опять сюда, вверх подниматься и уходить в трубу? Да, да, вот сюда выходить. Здесь еще такая труба будет. Нифига себе колодец. Здесь еще будет такая труба вокруг котла. Не, колодец вообще мучачий. Это чисто колодец, теплоноситель ты делаешь дополнительно, да? Да, 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 чтобы ваши искры, которые через трубу выходили сверху... Да, искры конкретно выходили. Они тут осаживались. До сих пор он достопачен. Тепло отдавали на теплицу. Здесь мы тоже уже почти бугры набили, чуть-чуть осталось. И мы, в принципе, готовы кидать каплю, запитывать бугры, и садись, осеем огурцы. Ну вот уже конструкция получается рубашечка. Здесь он все приварил. Здесь тоже. Все собралось здесь. Вот такая рубашечка. И так ее сделала на каждую грубу прям, потому что держалась и не вела. Также здесь. Все аккуратненько. С обратной стороны ничего не видно чисто, поэтому здесь я свободно могу тут покрасить. Котел. Хоть теплица у нас это не крашеная, но хоть котел будет крашеный. Яр, что это за дырка здесь? Дымоход будет. Дымоход будет? Видишь, насколько опустилась? Вижу, да. На сантиметрах. А почему? Ну, загнула от сварки. Загнула от сварки? Да, сейчас выпрямлю. Выпрямляешь? Да. Ясно. Прям все досконально, прям по уровню, да, сынок, дуешь? Молодец. Чего Мотя? Вот так меня брат называет, Мотя. Представляете? Ребята.